В Харькове до 1991 года было почти тысяча бункеров, которые могли вместить около 300 тысяч человек. И располагались они под предприятиями, жилыми домами, админзданиями, ну и, конечно же, в метро. Прошло больше 20 лет. Украина в состоянии холодной войны с Россией. А ситуация с защитными сооружениями, так теперь называют бомбоубежища, насторожила даже власть имущих. Сохранившихся чуть больше четырех сотен, и почти половина из них в непригодном состоянии, рассказал вице-губернатор Василий Хама. Хотя на вопрос журналистов, где же спрятаться населению в случае опасности, и Хама и губернатор Игорь Балута заверили – спасут всех. Василий Васильевич, а звичайні люди мають знати оці плани, щоб знати, куди раптом? Не дай Боже, у меня навіть запиту, а куди нам бігти? Володя, не переживайте, вам ездят прятаться. Мы все предупредимем вас, и не только вас, и всех жителей города Харьковской области. Значит, якщо буде, виникне надзвичайна ситуація, буде включена система оповіщення через ретрансляторы, значит, і буде вказано кожен район. Сейчас проводится ревизія в старых подвальных помещениях, где раньше находились убежища, и будут вестись работы по восстановлению этих систем, добавил Хама. На этой неделе уже проводились учения по координации работы региональной системы оповещения. Также вице-губернатор рассказал, что Харьковская подземка является объектом гражданской обороны и может вместить около 170 тисяч человек. Однако убедиться в степени заброшенности либо готовности харьковских бомбоубежищ журналистам не разрешают. Говорят, это секретные объекты. А большинство харьковчан теряются в догадках, где же они, эти бомбоубежища. Знаете, во время Отечественной войны, когда уже началось, мы готовили для себя такие окопчики, такая траншея на перекрытие и насыпалась земля. Вот туда мы ходили. А теперь, может быть, молодые, здоровые побегут в метро, а такие, как я, никуда. То есть мы будем ждать, пока нас убьет в нашей квартире. Куда вы пойдете? Я вот тут живу. Где? Значит, есть у нас подвал, он мокрый и сырой. Вот в этом доме даже вода в подвале. То есть практически мы не подготовлены с солнышкой. Ну, конкретной информации по этому поводу мы не обладаем. Но я знаю, что вблизи определенных объектов, таких как школы, садики, в подземельях есть бомбоубежище. То есть при желании можно найти и спрятаться. Ну, у меня на работе есть что-то типа бомбоубежища. Ну, как бы место предназначенное для этого. Когда-то было, и так оно и осталось. Поэтому думаю, что буду там прятаться. Так как большую часть времени мы проводим на работе. А если начнется, когда будет дома, то это же кого где что достанет. Вот вы знаете, где у нас бомбоубежище находится? Нет, не знаю. А у нас находится где-то бомбоубежище? У нас есть бомбоубежище. Ну, у нас же отказались от ядерного оружия, так? И слава богу, что сказали, что у нас вроде как ничего нет. У нас единственный струнат, который отказался от оружия, так что я думаю, у нас нет ничего такого. А вы школьницы, да? Да, в школе как-то проводят какие-то. Нет, мы не говорим об этом вообще. Еще одни враги защитных сооружений – это охотники за цветными металлами, которые срезают все, что можно продать. Но, как заверили власти, Министерство обороны выделило деньги не только на инвентаризацию, так что сейчас планируется следующий этап – возрождение сооружений. Наталья Белокудря, Лариса Говина, Алексей Антонов, Агентство телевидения Новости. Продолжение следует...